Традиционный ислам не имеет ничего общего с терроризмом и экстремизмом. Способы борьбы с проявлениями этих общественно опасных явлений обсудили за круглым столом в селе Шигарданы представители органов государственной власти, общественности и духовенства. Правоохранительные органы, чувашие, держат руку на пульсе событий, предотвращая опасные попытки внести смуту в общественное сознание и ограничивая влияние организаций террористической и экстремистской направленности. В прошлом году в республике было выявлено более 20 таких преступлений. Специалисты даже сформировали условный портрет людей, легко поддающихся негативному влиянию. Преступления экстремистской направленности совершаются молодыми людьми от 17 до 30 лет, со средне-специальным или неполным высшим образованием. Это в основном студенты, имеющие нестабильный доход, в основном не состоящие в раке, склонными к националистическим взглядам. Возникновение новых угроз заставляет совершенствовать работу по противодействию терроризму и экстремизму. И здесь очень важен накопленный в регионах страны опыт. Не так давно в этом убедились представители духовенства республики, вовремя предотвратив влияние участников одной из организаций, приехавших из Пензенской области. Этот момент удалось предотвратить, потому что наши имамы были уже заранее проинформированы, что могут прийти такие люди с уже несоответствующей идеологией нашему традиционному исламу. Самое главное – объяснить сущность религии. Для того, чтобы пробелами в знаниях не воспользовались воинствующие экстремисты, считают участники круглого стола. Наша молодежь, как драгоценность нашей будущей, мы хотим донести до нашей молодежи то, что ислам – это является религией милосердия. Ислам – это религия ненасилия, поэтому ислам также призывает к добру. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.